Эту траншею прокопало неизвестное лицо такджикской национальности, поэтому мы просто ей воспользуемся. На каждом пятом блоке, считая от начала, необходимо поставить ряд нажимных пластин. Считаем. Раз, два, три, четыре. И делаем вот так. Чё-то мне не в кайф под дождём работать. Замечу, что данное устройство может использоваться как альтернатива железной дороге. Когда у ступа мало железа. Ну или просто для покрытия больших расстояний. Поскольку вагонетка с печки такой скорости не даёт. С пивом пойдёт. Заметьте, я оставил хвост около десяти блоков в длину. Вернёмся к началу дистанции. Зальём вот здесь три блока воды. Не бойтесь, она не потечёт в ту сторону. Для пущей надежности можете оградить. Я огражу землёй. Смотрите, вода не протекает сквозь пластины и не смывает их. Дальше наливаем воду по краям. Только воду и ничего, кроме воды. Если вы жлоб, можете сделать вот так. Но лодку при этом сносит к краям. Что не слишком безопасно. Безопасно. Так. Я тут чуть-чуть накосил. И выливаем воду с противоположной стороны. Таким образом у нас получится площадка, которая будет растормаживать лодку. Тем самым не давая ей разбиваться о борт канала. Вот только овец мне тут не хватает. Да уйди ты, мясо кусок! Я, конечно, понимаю, что я жестокий. Но иногда просто приходится. Вернёмся к началу дистанции. Ставим транспортное средство. Пихайся. Поехали! И... Полетели! Данная штука хоть громко щёлкает, но обеспечивает скорость передвижения в полтора раза большую, чем бег. Кошак, тебя вообще никто не спрашивает. Вот такая вот интересная штука. Советую тормоза делать перед каждым поворотом. Иначе просто не впишетесь. Ну или повороты делать с большим радиусом. Не 90 градусов. И это всё на сегодня. Вы смотрели канал Ультра. С вами был Ультра. Логично ведь, правда? Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Пока!